Ну что, сейчас 10 утра, солнышко, эти тучки разошлись, понедельник. Все, кто на работе, кто в школе, ну а я на свою работу на пасеку, мою домашнюю. Сейчас пойдем вместе с вами заглянем пчелкам, покажу себя. Пчелки летают, покажу себя. Я люблю это дело, с пчелами занимаюсь прямо хобби. Как у мужчин рыбалка, так для меня это пчеловодство. Чтобы еще не такие тяжелые были ульи, вот чтобы мне кто на рекламу пенопластовые ульи предложил, я бы не отказалась. Я бы для вас их прорекламировала и сама бы с удовольствием разводила в них пчелок. Так что, кто хочет прорекламировать пенопластовые ульи, пеноплекс. Я с удовольствием возьму за это рекламу, чисто на бартере. Больше мне ничего не надо, только улья. Все, приступаем. Сейчас я поставлю на штатив телефон и вместе с вами заглянем. Мне тоже интересно, сколько там чего принесли, запечатали или не запечатали, готовы или не готов мед к откачке. Итак, к работе готово. Принесла пластиковый магазинчик, чтобы легче было носить. Здесь у меня навозчины свежие рамочки. Это если полностью залитые будут медом. Я взамен поставлю, чтобы они до вечера пустые не стояли без рамок. Я полненькую буду забирать, пустую ставить. Все, стамеска, щеточка, маска, пеленочка, чтобы на крыше пчелы не садились на то, что я буду стряхивать щеточкой. Перчаточки чисто для спокойствия, чтобы пальцы вдруг кто упустит, ужалит, чтобы не дергаться. И все, сейчас приступим. Снимаю крышу и с вами будем смотреть. Так, дымарь пока не беру. Видите, я открыла, они спокойно сидят. Я рукой вот вожу, они на руку не напрыгивают. И я вижу, что все беленькое, значит запечатано. Сейчас буду по рамочке вынимать, я вам покажу, какие рамочки. Ну вот, видите, рамочка запечатана. Когда большая рамка, можно отнимать, когда уже, ну, около половины запечатано, потому что уже они зрелые. Здесь уже почти все запечатано. Конечно, лучше, когда полностью запечатано, но они, видите, уже даже не свесь начали печатать. Поэтому, чтобы место для них было принести свежий нектар, надо это откачать и поставить уже откаченные рамочки. Это как банку освободить с медом. Поэтому сейчас я принесу досочку, поставлю ее, на нее покрывало положу, поставлю ящичек, это перед ульем, чтобы мне всех пчел каждый раз не стряхивать на рамке. Ну, получается, стряхнула, а потом они на другую рамку перелезли, и опять их трясешь. Чтобы их не беспокоить, я просто буду на покрывало, поставлю эту досочку-клеточку, и они будут стряханные, заходить обратно в улей. А эти уже, получается, просто буду вынимать, стряхивать, вынимать, стряхивать, и не буду так беспокоить. Если уже они сильно разозлятся, тогда придется брать дымарь. Вот, смотрите, вот так это выглядит доска на доску. Покрывало мягенькое. И сейчас щеточкой буду брать рамочку, щеточкой стряхивать, и уже пустую без пчел рамочку ставить сюда. А взамен можно им ставить овощинку, или есть уже обсушенные рамочки, отстроенные. Можно их ставить. Ну, красота. Солнышко греет, у нас уже ирисы распускаются, и цветет голубика. Кто не видел, как цветет голубик, я покажу. Слушайте, гудит пчелки. Так, вам показать. Вот, видите, веточка, колокольчиками такими. Вот, пчелки работают. Гудят. Красота. Вот, гудят, гудят. Смотрите, сколько их тут. Гудят. Девочки мои, работают. Так, и тут у меня тоже. Скоро эта роза бедная, зацветет вьющаяся. Все, никак он мне арку не сделает. Обещает, обещает. Сейчас пойду ему напоминать. Так, персик. Персики завязываются уже, отцвел. Вот. И это ремонтантная малинка. Тоже цвести будет скоро. Так, видите. Вот, цвести. Так, а это инжирный персик. Вот это, я понимаю, саженец. Дай бог, чтобы перезимовал. И все было хорошо с ним. Что-то тут немножко так повис. Припекло просто солнышко. Вот растет. За малиной не видно. Так что, скоро уже и малина. Голубика. Все здорово, но клубника еще не успевает. Помню Антона, день рождения было. Ну, как он еще не родился. Я поела клубники, поехала в роддом. Ну, не знаю. Ко второму часу, но вряд ли здесь клубника будет. Еще даже зеленой нет. Ну, такие, как бы, ветки мощные. Это у меня чемура туруси. Вот, должно быть все хорошо. Ягодки должны быть крупные. Чемура туруси. Дальше хоны. Азия. Ну, вот, Азия, наверное, раньше будет. Потому что чемура туруси, она более такая средняя. А здесь уже он есть, зелененький. На Азии. На хоны пока цветет. И вот эта типа ремонтантная. Тоже с приягодки есть. Ну, посмотрим. Было бы хорошо, чтобы это было ремонтантная. Я специально с краешку садила. Что если усы пойдут, то она к земле. Пускай прививается. И чтоб мне ее размножить. То, что очень хорошо. Хочется клубнички в течение года. Уже закончилась. Я помню, у Бабушкина была почти до заморозков. Ягоды висели. Ну, свелась. Поэтому, надеюсь, это уже разведу. Все. Я откачала один магазинчик. Не откачала это. Вынула. Качать я его не буду. Сейчас приду домой. Покажу. Игорь завнес. Приехал на обед. Говорю, занеси мне магазин. То, что он очень тяжелый. Просто не хочется медогонку пока пачкать одним. А потом мыть. Еще недельку. Вот они полные рамочки. Но не полностью запечатанные. Вот только чуть-чуть по сантиметрику вверх начали печатать. Поэтому я не доставала. Уже пускай тогда допечатывают. А так, если кто хочет сотового меда, вот могу рамочки вот эти разделить. Килограмм 20 рублей. Вот пишите. Приезжайте, берите, кушайте. Полезный медок. Но если никто не захочет сотовый, тогда они у меня. Этот магазин постоит еще недельку на кухне. Вот. И будет ждать, когда те запечатают. Можно было бы и не доставать их сейчас. Но я переживаю, чтобы меня вот эта большая семья, которая в желтом улье, не зароилась. Поэтому лучше я дам им вощинку. А то они будут видеть, что много меда. Расплода у них много. Пчел много. И думают, что-то нас здесь очень много. Надо расселяться. Поэтому забрала. Чтобы они почувствовали, что еды маловато, что-то надо еще принести. Вот пускай меня отстроят в магазинчик еще. И пускай несут. Пока есть принос. Потому что смотрю там по прогнозу погоды дожди, дожди. Но у нас может быть и так, что брестит дождь, а у нас нет. И наоборот. Ну, вот такой медок получается. Сколько я взяла? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять рамочек. Так что восемь с этого желтого и одна с другого улья. Такая уже возле стеночки была запечатана. И я ее взяла. Так что вот так. Красивый, хороший медок. Это одуванчики и сады. Пока рапса здесь нет. Рапс только начинает свистеть. Поэтому я хотела отделить. Но уже в те попадет немного рапс. Это которые на нижние. Те, которые уже будут запечатываться. Которые уже залиты, но не запечатаны. То туда рапс тоже не попадет. Поэтому надо будет тоже отделять. Отдельно сначала качать которые сады и одуванчики. А уже которые нижние магазины. Там уже будет рапс. Уже его надо будет качать. Потому что он в рамках становится кристаллизованным. Быстро кристаллизуется. Ну и акация может помешаться вместе с рапсом. Это тоже плохо. В прошлом году тоже так было. Получается после рапса на акацию пошло. Ну и хотелось чисто акации. Но видите у меня не получается. У меня не кочевая, а стационарная. Так что что и рядышком есть, то и носят. Ну и слава богу, хоть есть что носить. Так что еще раз говорю. Кому хочется вот такого сотового меда. Пишите мне. Приезжайте. И покупайте. Я рядышком. Возле Бреста 3 километра. Так что это недалеко. Ну или будет получаться ехать в город. Вот. То поедем к дню рождения закупаться. То могу по дороге подбросить. Чтобы вы не ехали из-за кусочка меда. Если будет по дороге.